Приняли в первом чтении. Бюджет 2016 года будет принципиально отличаться от своего предшественника. По аналогии с федеральным бюджетом бюджет округа стал однолетний. В сумме 214,456,4 тысячи рублей. Общий объем расходов окружного бюджета в сумме 18,644,326,5 тысячи рублей. Дефицит окружного бюджета в сумме 3,071,060,000 рублей. Или 20% от общего годового объема доходов окружного бюджета. При рассмотрении проекта закона об окружном бюджете в первом чтении обсуждалась его концепция и прогноз социально-экономического развития Ненецкого округа. Основные направления бюджетной и налоговой политики. Четыре основных вида доходных источника, которые составляют примерно 95% всех доходов. Это налог на имущество организации 5,3 миллиарда рублей. Это доходы от работы Харягинского месторождения на условиях соглашения о разделе продукции 4,8 миллиарда рублей. Это налог на прибыль организации 3,1 миллиарда рублей. И это налог на доходы физических лиц. Тот налог, который мы все платим, это примерно 1,3 миллиарда рублей. Дефицит более чем в 3 миллиарда рублей планируется покрыть за счет остатков, которые сформируются на начало года. Это около 770 миллионов рублей. Остальная сумма покроется за счет получения кредита. Уже в четверг депутаты приступят к рассмотрению проекта бюджета на 2016 год в режиме второго чтения. Это расходная часть главного документа. А 17 декабря на сессии планируется принятие основного финансового документа во втором и третьем окончательном чтении. Работая над казной округа следующего года, законодатели приняли изменения и в бюджет 2015 года. В результате сокращения расходов по некоторым направлениям и оптимизации удалось перераспределить часть средств на приоритетные направления. Я бы выделил три направления. Первое – это наше приоритетное направление – это социальная поддержка населения нашего округа. Дополнительно мы выделили сегодня сумму 65,7 миллиона рублей по социальную поддержку жителей округа. В том числе на предоставление права бесплатного посещения бань неработающим пенсионерам, на компенсацию, на материальную помощь по зубопротезированию для людей старшего возраста, на лечение за пределами Нинского авторного округа. Также средства будут направлены на единовременную выплату ко дню пожилого человека. Бесплатное питание, предусмотренное для детей в возрасте до трех лет и другие социальные меры поддержки. Второе направление, которое выделил председатель собрания – это поддержка местных сельхозтоваропроизводителей. На эти цели дополнительно из бюджета выделено 109 миллионов рублей. Окружные законодатели с помощью этих средств поддержали СПК «Путилича». 23 миллиона рублей пойдут на компенсацию затрат, потраченных на строительство нового современного убойного пункта и приобретение оборудования. 24 миллиона рублей получат оленеводческие хозяйства на производство мяса оленины. И 58 миллионов в виде субсидий будут направлены на развитие животноводческой продукции. И третье направление – это поддержка учреждений и организаций, которые работают на территории округа. В частности, мы приняли решение выделения порядка 7,9 миллионов рублей нашему Наримарскому АТП в качестве компенсации недополученных доходов при пассажирских перевозках. Также было принято решение выделения 77 миллионов рублей нашему Наримарскому авиапредприятию на приобретение двух самолетов новых взамен Ан-2, более комфортные, более экономичные. Около 15 миллионов рублей выделены Департаменту образования, культуры и спорта на финансирование учреждений Аграрно-экономического техникума, детского сада «Умка», Дома культуры города Наримара и этнокультурного центра. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Ужесточить наказание Ненецкий округ продолжает борьбу с нелегальными алкоторговцами. Когда их расселят из ветких аварийных домов и кого расселение коснется, в первую очередь узнавали наши корреспонденты. Ужесточить наказание Ненецкий округ вступает на тропу борьбы с нелегальными алкоторговцами. В России назвали худшие регионы по расселению аварийного жилья. В большинстве субъектов программа переселения идет со скрипом. Похвастаться отсутствием бараков могут лишь Москва и Ненецкий округ. Но есть один немаловажный момент. Речь идет только о тех домах, которые признаны ветхими еще до 2012 года. Сегодня в улучшении жилищных условий нуждаются порядка 500 городских семей. Программа по переселению аварийного жилья в этом году сорвана. И это факт. Новые квартиры получили единицы. А ведь по плану власти рассчитывали расселить 32 дома. Неутешительные данные озвучили сами чиновники. Репортаж Олега Хатанзейского. Наринмар ветхими домами, пожалуй, не удивишь. Из 430 больше 50 имеют этот печальный статус. Все они подлежат сносу. Теперь представьте, переселить в новое квартиры необходимо порядка 500 семей. На сегодняшний день задача для региона невыполнимая. Конечно, и плакали, и вдали, и все. Она едва сдерживает слезы. В этих условиях Людмила выросла, теперь растит своих детей. Раньше жильцы этого дома охотнее общались с прессой. Все надеясь, что их квартирный вопрос можно будет решить в короткие сроки. Нисколько не верю. Да если даже не сносили, то коммуналку бы снизили. В два раза хотя бы. Мы платим вообще бешеные деньги. За небольшую комнату молодая мама платит, как за шикарные апартаменты. В туалет ходит прямо здесь. Общественный наводит страх. Вот это так называемая несущая стена. Она выпирает наружу буквально на полметра. Это видно невооруженным глазом. Страшно представить, что будет, если конструкция рухнет под натиском веса. Сейчас здесь образовалась огромная щель. Помещается даже рука. Стена рассыпается на части. На фоне этого старое общежитие аварийным не считается. Все чаще здесь поговаривают о том, что в доме планируют провести капитальный ремонт, который строение, вероятно, не выдержит. Типичное общежитие с общими кухней, туалетом и ванной комнатой. Раньше здесь люди, конечно же, принимали водные процедуры, но сейчас повсюду наблюдается полнейшая антисанитария. Сыплется штукатурка, грибок и плесень. Впрочем, здесь есть как холодная, так и горячая вода. Вот она чувствуется. И стоит отметить, что до такого состояния эту комнату довели сами жильцы. Все стены в трещинах, полы проваливаются, под домом выгребная яма. Под одной крышей здесь ютятся по несколько поколений семей. Душевой кабины не хватает. Ну, душа. Душ что-то, ну, разнесли душ. Сейчас как бы никто делать не собирается. Из-за этого приходится в баню ходить. Владимир эту комнату снимает. За пять тысяч его распоряжение сломанный диван, шкаф и неработающий телевизор. Больше, говорит, не надо. Кто что-то заслужил, я думаю. Но вы что-то не заслужили, или вы как считаете? Ну, я как бы работаю, как бы... Ну, за такие деньги, я думаю, за пять тысяч в месяц можно снимать здесь, ну, вот такую холупу. Не так давно Ленина 30 признали аварийным. Дом, скорее всего, поведет так называемый второй этап. Поэтому о ближайшем расселении говорить некорректно, просто некуда. В городе не реализован даже первый этап. В его списке 32 дома. Переслили лишь восемь. Сроки программы будут сдвигать. Здесь, чем мы вынуждены были перенести его на 16-й год. То есть, там было, если мне память не изменяет, 497 нуждающихся. Расселено у нас порядка 90 с лишним. Ну, будем стараться за 16-й год цифру приблизить к нулю. В микрорайоне Авиаторов к сдачу готовят 11-секционный жилой дом. Большинство квартир, всего их 218, распределят между так называемыми очередниками. Часть жилфонда город вправе использовать и для других категорий граждан. Ну, скажем, это тоже нуждающиеся. Но пока глава говорит о том, что да, основная масса этих квартир будет для очередников. Речь о переселении в новый дом тех, кто живет в аварийном фонде, конечно, стоит. Но перспективы очень смутные. Все зависит от многих факторов. Чиновники их не раскрывают. Глобальность этой проблемы, она очень большая. И даже если, например, весь бы этот дом был отдан для переселения ветхоаварийного, его бы не хватило. Потому что, ну, в общем сложности на сегодняшний день вопрос стоит о расселении более 50 домов. Еще одна проблема ветхого жилья – из плохого выбрать наихудшее. Расселяя дома, по сути, не по очередности, она отсутствует. Поэтому многие новые квартиры ждут год-два, а то и 10 лет. Порядок он все равно более-менее формируется. Он формируется по степени износа домов. Ну, также исходя из возможности освоения той территории, где эти дома подлежат сносу. За моей спиной аварийный Рыбацкий-18. Формально жильцов этого дома уже расселили. Новую квартиру не получила лишь одна семья. Она не смогла найти компромисс с мэрией. Такие истории отнюдь не редкость. Видно, что сейчас попасть туда постороннему невозможно. Здесь написано «дом не расселен», ведется видеонаблюдение. Звоните на мобильный телефон жильцам. Скорее всего, входную дверь заблокировали в целях безопасности от так называемых непрошенных гостей. Семьи, которые продолжают жить в таких полупустых бараках, вероятнее всего, получат квартиры в новом доме на авиатора. А в заселение произойдет в ближайшие месяцы. Кстати, вот рядом с ГТО «Монолитом» строится очередная пятиэтажка. Туда, по словам чиновников, заселят тех, кто живет сейчас в аварийном фонде. Но кто получит квартиру в первую очередь, так и не ясно. Олег Котензейский, Александр Дуркин, Роман Делимарский, Вадим Стасюк и Андрей Котов. Телеканал «Север». Наказание за торговлю контрафактным алкоголем на территории Ненецкого округа необходимо ужесточить. Об этом заявил глава региона Игорь Кошин, отметив, что ситуация с распространением нелегальной алкогольной продукции в округе набирает обороты. Только за месяц полицейские пресекли несколько фактов хранения и продажи безакцизной спиртосодержащей жидкости. В ходе последнего рейда стражи порядка изъяли 650 литров контрафактного спирта. Спирт на территорию округа привез житель Нарьинмара 1989 года рождения. Более полтонны алкогольного контрафакта он приобрел не в личных целях, а на продажу. Осуществлял ее реализацию на территории округа мелкими партиями в канистре около 4 литров. Продавец был задержан стражами правопорядка в момент реализации своего товара. В общей сложности сотрудники правоохранительных органов изъяли 650 литров спирта. Жидкость отправили на экспертизу, устанавливаются производитель продукции и предполагаемые места сбыта. Результаты экспертизы покажут, безопасен ли этот спирт для жизни и здоровья людей. Сегодня российский рынок переполнен нелегальной алкогольной продукцией. По оценкам Росалкоголярегулирования ее доля более 40%. Приобрести контрафакт можно в интернете. Такая практика существует и в нашем регионе. Через социальные сети «Друг вокруг» и таксистов алкоголь можно приобрести в любое время суток. Покупателей даже не смущает цена, которая может быть ниже реальной вдвое. Пика продаж опасных подделок стоит ждать к новогодним праздникам, отмечают правоохранители. И убедительно просят население не приобретать алкогольную продукцию с неизвестным происхождением. Уважаемые граждане, если вам известны факты незаконной реализации алкогольной продукции, просим вас сообщать по телефону 43642 УМВД России по Ненинскому автономному округу. Пока полицейские ведут борьбу с алкоголем нелегальным, законодатели как на уровне федерации, так и на уровне субъектов борются с алкоголизацией в целом. За последние годы в Ненинском округе был принят ряд законодательных актов, направленных на борьбу с алкоголизмом. Еще в 2011-м законодатели ограничили время продажи крепкой алкогольной продукции с 8 часов вечера до 11 часов утра. В июле этого года парламентарии добавили к этим ограничениям запрет на продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков на территории округа и установили дополнительные полномочия, согласно которым администрация округа может устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и места розничной продажи алкогольной продукции. В том числе полный запрет на розничную продажу во время массовых мероприятий. Несмотря на все усилия законодателей, меры оказались неэффективными, а лишь активизировали деятельность нелегальных торговцев спиртным. И как следствие не привели к снижению числа пьющих. В пользу последнего аргумента говорят и рейтинги проекта «Трезвая Россия», согласно которому Ненинский округ занял вторую строчку в рейтинге самых пьющих регионов. Как говорится в исследовании, данные регионы демонстрируют высокую смертность, заболеваемость и преступность, связанная с потреблением спиртных напитков, а также максимальный объем продажи алкоголя. Мы заняли почетное второе место, как самый празднующий субъект. Поэтому просьба, активизируемся все-таки по данной работе, хорошо ли, Владимир Владимирович, не сбавляем. И, как мы говорили, Анатолий Васильевич в собрании сейчас смотрит с тем, чтобы выйти с инициативой на федеральный уровень и ответственность немножко усилить. И за торговлю, негласную торговлю спиртным, подпольную, ну и тем более за изготовление всех этих суррогатов. Сегодня наказание за хранение и продажу контрафактной продукции предусмотрено Уголовным кодексом России. Максимум, который может получить нелегальный алкоторговец – 6 лет лишения свободы. Ирина Цепетова, Вадим Стасюк, Телеканал Север. О том, что введение сухого закона неэффективная мера в борьбе с алкоголизацией населения, а мера, порождающая активные действия нелегальных алкоторговцев, высказался сегодня ФАС. Там уверены, что ограничения бьют по легальным производителям спиртного. Поэтому антимонопольная служба высказала ряд предложений по изменению сложившейся ситуации, отразив их в докладе, подготовленного в адрес правительства. В частности, предложено лишить региональной власти права вводить дополнительные ограничения торговли алкогольными напитками. В документе говорится, цитирую, «Региональные власти вместо развития спорта, культивирования здорового образа жизни, развития культуры употребления алкогольной продукции, принимают радикально популистские меры, запреты и ограничения реализации алкогольной продукции». В докладе Федеральной антимонопольной службы отмечается, что ни один сухой закон не привел к достижению своей цели. Все они провалились, включая американский, шведский, финский и два российских. По мнению экспертного совета, ФАС введение сухого закона неминуемо ведет к увеличению доли контрафактного и нелегального алкоголя. Повсеместно вводятся ограничения по площади, месту, времени, объему тари и прочее. Все это не приводит к снижению масштаба в злоупотреблении алкогольной продукции, но приводит к серьезному удару по легальным предприятиям алкогольной отрасли и смежным отраслям, делает вывод эксперт ФАС. Практику введения региональными властями дополнительных ограничений на алкогольном рынке называют несостоятельной. По факту мы получили 85 субъектов Российской Федерации с различными законами для бизнеса на одном рынке, говорится в докладе в поддержку вывода о том, что у регионов стоит отнять полномочия по алкогольному регулированию. В документе уточняется, что все запреты и ограничения должны быть закреплены на федеральном уровне и носить обязательный характер для всех. В Наринмаре прошел митинг, посвященный бойцам Оленной армии. О тех, кто воевал на Карельском фронте и о памятной дате расскажем через несколько секунд. В памяти олено-транспортных батальонов в Наринмаре прошел митинг, посвященный бойцам Оленной армии. В ноябре 1941 года на фронт отправились сотни оленеводов, рыбаков, охотников из Малоземельской, Большеземельской и Каненокиманской тундры. Спустя 74 года память о тех, кто воевал в особой Оленной армии жива. На митинг в Наринмаре собрались десятки людей. Алена Валий о тех, кто воевал на Карельском фронте. 28-летний пастух Петр Рочев ушел на фронт из деревни Шапкино. Но повоевать молодому оленеводу пришлось недолго. В 43-м он был демобилизован. Чуть пораньше вернулся с фронта, потому что он получил травму. Именно там, в олено-транспортном, когда они весной возили груз и попали в слуд, олени провалились. И он еле сам живо остался. И травма была у него, он долго лежал в госпитале. Потом вернулся в деревню Шапкино. Но вернулись не все. Семья Федотовых из деревни Малая Сопка так и не дождалась своего героя. Василий Федотов без вести пропал в 44-м году. Спустя 69 лет племяннице Вере Семёновой удалось найти его место захоронения на Кольском полуострове. В конце вот наша уже, как говорится, остановка была последняя, потому что там уже были столбы эти приграничные, такие полосатые. И вот мыс Мишуков, там вот погиб мой дядюшка. Было пулевое ранение в живот. С ноября по декабрь 1941 года Ненецкий национальный округ отправил на фронт более 7 тысяч ездовых оленей. Всего было сформировано 5 олено-транспортных эшелонов. С помощью оленей с линии фронта из глубокого тыла противника было вывезено более 10 тысяч раненых. Перевезено к переднему краю 8 тысяч бойцов и 17 тысяч тонн боеприпасов. Мы должны помнить об этом и чтить память. Сегодня, когда некоторые наши братские страны, некоторые деятели этих братских странах пытаются переписать историю и принизить роль советского народа в поведении на фашизм. Наша задача – воспитывать наши подрастающие поколения, воспитывать в них уважение к нашим предкам. В июне 2013 года окружные парламентарии утвердили окружной закон о памятной дате – День памяти участников олено-транспортных батальонов Великой Отечественной войне. Официальная дата – 20 ноября. Но в этом году митинг пришлось перенести из-за непогоды. Несмотря на это, в назначенный день около монумента собрались десятки жителей региона. Никогда не погаснет в наших сердцах свет победы и вечная память. Минуты молчания – почтим память погибших. В память о тех, кто сражался за свободу советского Заполярья, к памятнику подвигу участников олено-транспортных батальонов в годы Великой Отечественной войны возложены цветы. Во многом, благодаря особым частям, Карельский фронт стал единственным участком сражений, на котором фашистские захватчики не смогли перейти государственную границу Советского Союза. Алена Валерий, Роман Делимарский, Телеканал «Север». Такова была информационная картина этого дня. Посмотреть новости вы также можете и на нашем сайте по адресу www.trk.ru. До встречи в эфире. Продолжение следует...